Новая часть. Новая часть, в 2019 году открыта. Раньше здесь были кабинеты декторов, юристов. Все это покупалось один за одним, чтобы пристроить здание. И создали вот такое новое крыло отеля, 19 номеров и сьютов. И вот этот внутренний мрамор такой дворик, мы его называем зеркальный двор, потому что было избрано зеркало в качестве декорации стены, чтобы расширить пространство. В этом дворе иногда проводим уроки спортивные. Например, йоги или же проходят какие-то фотосессии. Нет, ну зеркало, да, круто, поставили. Внутри хоть травку какую-нибудь можно было, нет? Они считают, что вот именно так. О, лестница есть. Лестница есть, но мы ее используем на самом деле. О, красиво. Она построена в середине 15 века. Все это идентично. Вот здесь мы находимся, у нас друг над другом находятся три свита с сигничами. И все будут идентичны. Закрывается дверь, получается двухкомнатный сьют. Сам сьют 135 квадратных метров. Четыре-трепят. Как он называется? Свит-синятюр, ах, да пьян. Опс, я выключала свет? Включаем. То есть это такие настоящие османовские апартаменты. Деревянный пол, высокие потолки, высокие окна, лепнины, мраморные камины, которые сейчас уже не действуют, потому что выпустили закон. Все это принадлежности этого османовского стиля. Я сам ворону Жасман застраивал в середине 19 века Париж. Создавал вот эти бульвары. Здание, собственно, сохранило отпечатки. Вот эта вся лепнина, она оригинальная. Да, вот эта вся, да? Да, ее реставрировали мастера Версальские. Жак-Гарсья уже добавил такие современные штрихи к декору, чтобы немножко разбавить вот этот классический стиль. Или ручки на окнах тоже оригинальные, например. Когда я посещала Шварьбрюм, посмотрела на их, и сказала, что-то мне это напоминает. Но сьюты были открыты раньше, нежели, чем Шварьбрюм. Шварьбрюм точно такие же люстры. Взял вас? Не знаю, но я думаю, поставщик тот же самый. Все же декораторы, они, собственно, с одними и теми же работают. То есть вот осман вот такие, да, делал? Да, 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 именно вот эти высоты. Для османа очень характерны деревянные пол, мраморные камины и высочайшие потолки. И чем, причем чем выше, тем потолки ниже. Надеюсь, мы где-то на высоте 350-360. Например, на втором этаже там около 4 метра высота. Там такой достаточно. Но здесь лучший вид. Очень красивый номер. Ну вот, они мне больше нравятся, чем Сютаркор. Их три у нас таких номера. И все это также открывалось в 2019 году с целью стать Паласом. А вообще для Паласа самое главное – это количество персонала на номер. Сколько? Ну, каждый номер должен покрываться как минимум одним человеком. У лица, например, идет шифт. У них по 2 вермятки, по-моему, на номер идет. Да. Ховорится номеров на 100 номеров. Ховорится чуть побольше. И здесь, соответственно, уже и мини-бар. Он весь выполняет самые видные напитки. И шампанское, и виски, и ром. Если есть какие-то специальные у клиента предпочтения, то, соответственно, выполняем. У меня жила одна мадам высокопоставленная в этом сьюте. Пьет только пиво и только определенную маку. Алкоголичка? Привезли. Все привезли. Балтика? Нет, нет, нет. Она немецкая пьет. До сих пор ее ждет еще пара ящиков, мне кажется. Для нее же здесь создавали, например, но это из недавних заселения, она долго здесь проживала, создавали такой зимний сад в номере. То есть это уже, конечно, как могут, так и завоевывают клиента в этом номере, вот в этих номерах. Официально они стоят от 10 тысяч, но, соответственно, это все обсуждаемо. Бетчатка уже не так дорога для Парижа. Ну, учитывая площадь, да, потому что поменьше сьюты стоят в Плазе-Тене, они стоят порядка столько же. В Плазе-Тене первая категория двух с половиной начинается, и в Георге тоже первая категория двух с половиной. Я знаю, что у Риццы были контракт-фит, они убирают с этого года контракт-фит, и поэтому тоже цены увеличиваются. Испания, да? Будуарная. Будуарная. Как Жан-Карсия любит. Если резерв не посещали, то вот там он, конечно, разгулялся. Здесь он такой более камерный. Я резерв люблю искренне. Ну, элементы стиля, например, вот на столиках вот эти львиные лапы, это все Жан-Карсия. У него, например, в его замке везде эти львиные лапы. И в любом его декоре это можно найти. Там панель получается сзади. Также мрамор, если вот в этой части всегда белый мрамор, этот мрамор будет привезен из Италии, из Каэра. В историческом панельце мрамор черный, то есть мрамор белый. Это разница тоже между номерами. При этом исторические панельцы это с просмотров, нежели новые номера. А это что, Булонский лес или что это? Что? Лес. Да. Тосканский пейзаж. А, Тосканый это? Тосканый это? Продолжение следует...